Второе послание Фессалоникийцам Речь не идет о мире, а речь идет о Церкви Божьей или о том, что будет происходить среди народа Божьего. Эту мысль я хотел бы озаглавить «Противостояние тайной благочестия с тайной беззакония». Практически это противостояние является одной из главных составляющих выполнения повелевающей заповеди «Быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный». Удерживать раскрытие тайной беззакония означает связывать эту тайну, противостоять этой тайне и господствовать над ней превосходящей силой и властью благочестия, чтобы тайна беззакония не могла прийти к власти. И, разумеется, удерживающей тайну беззакония, в которой должен открыться человек греха и сын погибели, является тайна благочестия, в которую облечен и избранный Богом остаток. Местом противостояния тайны беззакония, тайны и благочестия является, во-первых, тело святого человека, а также невеста Агнца, избранный Богом остаток. Тайна беззакония располагается в нашем теле в лице царствующего греха, который обуславливает ветхого человека, а также среда душевного христианства, которая воспринимает свои разумные возможности за откровение Святого Духа. До тех пор, пока невеста Агнца не будет взята от земли, в святении Господу на облаках, тайна беззакония в лице человека греха и сына погибели не сможет открыться и прийти к власти над миром, через душевные институты павшего христианства. Исходя из откровения, полученного апостолом Иоанном на Патмосе, именно душевные религиозные структуры, почитающие себя за структуры духовные, представляют зверя, выходящего из земли, который приведет к власти зверя, выходящего из воды. А посему за тайны и беззакония стоит ветхий человек, живущий в нашем теле и категория душевного христианства, почитающая себя духовной и противящаяся всему духовному, через среду, которого откроется человек греха и сын погибели, который действовал во всех ценах противления истине. Ибо знаю, что не живет во мне то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он, но я того не нахожу. Римлянам 7, 18. Речь идет о тайне беззакония. С одной стороны, тайна благочестия – это порядок Царства Небесного, обуславливающий среду и атмосферу в трех измерениях – на высоте небес, в святилище и в смиренном и сокрушенном сердце, которое очищено от мертвых дел. Такое сердце обуславливает статус персонифицированной праведности в лице живущего в сердце Христа. А с другой стороны, тайна благочестия – это органическое единение, избранного Богом остатка с Богом и друг с другом. От Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящееся хвались Господом. 1 Коринфянам 1, 30, 31. Тайна беззакония содержится и выражает себя в сребролюбии, которая является корнем всех зол в среде душевных христиан, для которых материальный успех облечен в ореол духовности. А желающие богащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Именно это душевное христианство, ориентированное на материальный успех, в образе зверя, выходящего из земли, заставит всех поклоняться образу зверя, выходящему из воды, который будет представлять, как человека, греха и сына погибели, так и геополитические структуры его правления. «И увидел я другого зверя, выходящего из земли, он имел два рога, подобные агнчем, и говорил, как дракон, он действует пред ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела и творит великие знамения. Так что и огонь не сводит с неба на землю пред людьми, и чудесами, которыми дано было ему творить пред зверем, он обольщает живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, которые имеют рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает, что всем малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам положено будет начертание на правую руку или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Здесь мудрость, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое, число его 666. Три шестерки, то есть 666. Человек был сотворен в шестой день. Он обладает тройственностью, дух, душа и тело. Это три шестерки, обуславливающие человека. Это не 666 в буквальном смысле, а три шестерки, дух, душа и тело, захваченные сребролюбием. Клеймо зверя. В оригинале печать, а в оригинале стоит клеймо зверя на челах душевного христианства, и на их правой руке указывает, что они мыслят о земном. Их правовой деятельностью в образе правой руки является приобретение земных благ, возведенное формат воли Божией. Печать – это то, о чем мы мыслим. Каковы мыслить человека, таков и он. Если мы мыслим о горнем, значит, у нас печать Божия на челах. Если мы мыслим о земном, значит, у нас печать зверя на челах. Это нужно прекрасно понимать. Тайна благочестия содержится и выражает себя во власти над серебром, в избранном Богом остатке. И такое состояние их сердца является корнем всякого добра. Оружием, которым тайна беззакония в лица ветхого человека противостоит тайне благочестия, в нашем теле является закон Бога, обнаруживающий грех и дающий силу греху. Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. В то время как оружием противостояния тайны благочестия, которые представляют избранный Богом остаток, с тайной и беззакония в лице душевных христиан, является истинно содержащаяся в силе креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих и родства есть, а для нас спасаемых – сила Божия. 1 Коринфянам 1, 18. «Результатом противостояния тайны благочестия с тайной беззакония в нашем теле будет являться истребление и пригвождение ко Кресту бывшего о нас рукописания, которое было против нас, при условии, что мы будем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли веруя в силу Бога, который воскресил его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас. И он взял его от среды и пригвоздил ко Кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Колоссянам 2, 11, 16. К сожалению, именно истина Крестей являлась самой непопулярной темой в христианской среде, как во времена первых апостолов Христовых, так и в наши времена. Ибо многие, пишет апостол Павел, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова, их конец погибель, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном, имеют на своих челах печать зверя, мыслят о земном. Филиппийцам 3, 18, 19. Это не электронный чип, это мысли земные. В познании истины Креста Христова, относящейся к благочестию, сокрыты таинства мудрости Бога и Его силы. В силу этого учения о Кресте Христовом неудобоварима, противоречима и недоступна для постижения ее душевным христианством, которое полагается на способности разумных возможностей своей души. Но именно в тайне Креста Христова находятся ответы на все наши животрепещущие вопросы, на вопросы, которые возникают при потере наших близких друзей и родственников, посвященных Богу и живущих благочестивой жизнью, но тем не менее умирающих преждевременной смертью в болезнях или катастрофах. На вопросы, когда при странном стечении обстоятельств, в которых мы, несмотря на нашу благочестивую жизнь, терпим разрушения в различных обстоятельствах нашей жизни, в здоровье, в финансах, в отношениях, в семье, в браке. В-третьих, каким образом вскрыть в нашей сущности глубоко скрытые корни человеческих желаний и амбиций, которые являются утробой и местом, где происходит зачатие и вынашивание греха? В-четвертых, истина Креста Христова ответит на извечный вопрос, каким образом вытравить из своей сущности и нейтрализовать генетическую программу греховной жизни отцов и на ее место внести новую программу нетленного наследия Бога и Христа? В-пятых, истина Креста Христова отделяет нас от производителя греха в лице ветхого человека, живущего в нашем теле, и является ключом, открывающим вход в сокровище, которое содержится в истине крови Христовой. Раскрывая и определяя тайну, сокрытую в наследии сокровищ Христа Христова, апостол Павел присовокупил, мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века всего не познал, ибо если бы познали, то не распили бы Господа славы. Говоря о властях века, он имеет в виду религиозных властей, но, как написано, не видел того глаз, не слышало уха и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его, а нам Бог открыл это Духом Святым, ибо Дух все проницает и глубины Божии. Истинно сокрытая в полномочиях силы Креста Христова предназначена была высвобождать веру Божию в отношении славного наследия, сокрытого в крови Христовой. А посему все драгоценные обетования, которые являются неоспоримой частью нашего неоследимого наследия во Христе Иисусе, никогда не будут реализованы только потому, что в силу своего невежества мы не просто пренебрегли силой Креста Христова, мы ее сражимся. А сражимся мы ее потому, что в свое время мы приняли не истину о Кресте Христовом, а ложь. И если бы изначально мы действительно приняли истину о Кресте Христовом, то, согласно Писанию, она манила бы и привлекала нас к себе, а не пугала бы и не отталкивала бы нас от себя. В свое время Иисус, подтверждая эту мысль, сказал своим ученикам, ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я буду вознесен от земли, он имел в виду крестную смерть, я всех привлеку к себе. Сия, говорил он, давай я разумеет, какую смертью он умрет. Смысловое значение глагола привлекать включает в себя такое влечение, которое вырастает до страстного желания и выливается в стремление сметающее. На своем пути все восстающие препятствия плоти и помыслов. Само по себе влечение может быть как добром, так и злом, в зависимости от источника, из которого оно будет исходить и к чему оно будет направлено. Когда оно направлено к правосудию и к пребыванию со Христом в славе, оно угодно Богу. Гибельным же влечение является, когда оно исходит из плоти и направлено в обратном направлении от Бога и его истины к земному богатству. Тогда оно неминуемо приводит к смерти и такое влечение является нашим сознательным и волевым выбором. И тот, кто позволяет, чтобы его чувствами управляла плоть, за которой стоит его ветхий человек, дьявол, мир или собственное я, не сможет найти успокоения, а погрязнет в бездне греха. Влечение, происходящее от стремлений, желаний и помышлений плоти, противящихся Богу, может быть пределено только посредством влечения ко кресту. Смерть Сына Божия на кресте призвана была привлечь людей к Богу, а не оттолкнуть от Бога. Однако такое влечение у нас возможно только при одном условии, если мы через наставление в вере познаем истину Креста Христова. Исходя из неверного отношения к истине Креста Христова, люди не смогут переживать острую необходимость разобраться с тем, что происходит в тайных и мрачных лабиринтах их души. Но для тех, кто ищет свободы и выхода от зависимости своего скверного характера и злой стихии, разыгравшейся над своей головой, истина Креста Христова прольет спасительный свет, который поможет обрести им свободу и независимость от висящего над ними и преследующего их злого рока, переданного в семени отцов. Как-то давно, в юношеские годы, когда я обнаружил в себе вулкан вот этих непонятных и пугающих меня страстей, читая одну книгу, я наткнулся на одно интересное четверостище, которое принадлежало к какому-то древнему безымянному славянскому философу. Надо жить. Вот они роковые слова. Надо жить. Вот она роковая задача. Кто над ней не трудился печалясь и плача, чья над ней не томилась от дум и тоски голова. Прочитав эти строки, они как-то особенно отозвались во мне какой-то знакомой, незнакомой для меня болью. И чем взрослее я становился, тем отчетливее в моей жизни проступала зловещая тень этого неумолимого и неотвратимого для меня рока. И когда я обращался к братьям, к пасторам, говоря, что это такое, они говорят, это нормально, это наследственное, и оно должно так проявляться, ты должен с ним бороться. Однако этот злой рог постоянно давал о себе знать разрушенными надеждами, потерянными возможностями, еще какими-то внутри меня пугающими и незнакомыми для меня пожирающими и мучительными отблесками огня. Как христианина это меня весьма озадачивало. До этого я полагал, что во Христе я свободен от решения подобной задачи и что она для меня окончательно решена Христом на кресте и что подобным ощущениям не должно быть места в моем теле, в моей душе, в моих мыслях. Поместная пятидесятническая церковь, в которой я воспитывался, обыгрывала этот вопрос странным образом, предлагая не обращать внимания на эти зловещие проявления внутри себя, а просто верить, что этот вопрос уже решен Христом на кресте и как такового его просто не существует. И все, что происходит в наших недрах и что мы ощущаем, это просто ложные симптомы, относящиеся к проделкам дьявола, которому необходимо указать на крест и повелеть ему во имя Иисуса Христа убираться в землю непроходимую. Другими словами говоря, они предлагали мне бросить вызов сатане, якобы живущему в моем теле, называя его сатаной, живущим в моем теле, ветхую натуру, и пользуясь здорованной над ним властью, изгнать его из всех сфер нашей душевной жизни, которые доставляют нам беспокойство. В результате слова, обращенные в стрелы и пущенные в дьявола, якобы живущего в нас, со временем возвращались в наши недры и причиняли нам нестерпимую боль, которая сменялась унынием, разрушенными надеждами, доверительные надежды с Богом пропадали, наша вера терпела поражение, и наши взлеленные мечты о свободе от греха куда-то исчезали. тогда я еще не знал, что весьма пагубно и весьма опасно вместо того, чтобы умершлять свои земные члены истинную креста Христова, называть их бесами и изгонять их из свое тело как бесов. Итак, умертвите земные члены ваши, не изгоняйте их как бесов, это не бесы. Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, или постижание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. Когда мы вместо того, чтобы применить силу креста Христова для умершления земных членов, изгоняем их как бесов, стрелы, пущенные нами в дьявола, возвращаются в наши недра. Один из христианских поэтов весьма метко описал такой род противостояние с дьяволом, который на самом деле давал место для дьявола и раскрывал для его деятельности широкий пролом во всех сферах нашей жизни. Я один на один с кумиром, я один на один с собой, напрягись тетивою лира, с сатаной я вступаю в бой, я строку положу на струны и пущу ее наугад, мне поэту совсем не трудно поразить тебя древний гад, искривился от боли гриф мой, или я, или ты умри, и с пропитанной ядом рифмой строчка пущена в сына зари. Наконец-то мечта свершилась, во вселенной раздался стон, эта сила стиха пронзила окровавленный горизонт. упоенный победным зельем я забылся в счастливом сне, а стрела облетев всю землю под лопатку вонзилась мне. То есть он это понял, лжехаризматические структуры до сих пор этого не поняли, подходит каждому человеку Бог открыл у тебя безблуда. Каким образом в детях Божиих, рожденных от Бога, крещенных Духом Святым, может жить Духа Плуда? Вы что, совсем с ума сошли? Вы чего дела плоти и свойства плоти называете бесами и пытаетесь изгонять как бесов? Вы загоняете таким образом туда бесов, становитесь оккультно обремененными, слепыми? В свое время апостол Павел в отличие от данного поэта, но только в прозе сделал точное определение подобному противостоянию и предложил решение этой роковой задачи, с которой ему приходилось жить и которую ему необходимо было решать, и при этом ежедневно сработая с истиной Креста Христова. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущего мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда я хочу делать доброе, прилежит мне злое, ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? И вот избавление. Благодарю Бога моего Иисусом Христом Господом нашим. И так тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха. То есть нужно умом, мыслями своими подавить это беззаконие в своей плоти. нам следует знать одну неоспоримую истину, что мы не становимся грешниками, потому что мы грешим. Напротив, мы грешим, потому что мы по природе родились грешниками. А по всему, произнеся данные слова, апостол Павел вступил в противостояние с тайной беззакония, живущей в своем теле, не путем битвы с сатаной, посредством изгнания из своей сущности бесов, которых отродясь там не было, но путем исповедания истины, другими словами говоря, адским огнем ведущим свое начало и свое происхождение от Адама внутри всякого чада Божия является ничто иное, как живущий в нас природный или наследственный грех, унаследованный нами от суетного семьи наших отцов. И если бы унаследованную природу греха можно было бы изгонять, как изгоняют бесов, то пастол Павел, определяя и констатируя свою природную греховность, не имел бы необходимости в отчаянии восклицать, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти, что означает, кто поможет мне решить мою роковую задачу. Он просто мог бы повелеть дьяволу выйти или убраться вон, как он это делал всегда с успехом, когда на его пути встречались люди, одержимые духом нечистым. Таким образом, апостол Павел, как и все мы, был поставлен перед необходимостью ликвидации своего греховного наследия путем креста, умерщвляя свои земные члены не в разного рода бесах, а в своих разного рода греховных наклонностях. Итак, умерщвите земные члены ваши блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть и дало служение, за которые гнев Божий грядет на сынов противления. Когда под воздействием извращенной истины об освящении, называемой инкаунтером, душевные люди начинают рассматривать свои греховные вожделения и наклонности как бесов, то бесы с их подачи или же посредством такого с их стороны согласия получают юридическое право овладевать их телами и производить в их чувствах либо депрессию, либо атмосферу чарующей свободы от греха. Апостол Павел прекрасно понимал, что в его теле ветхий человек является программным устройством зловещего рока, но в его духе, живущем в его теле, совсем рядом находилась совершенно иная дивная судьба от Бога. И чтобы войти в ворота этого благословенного наследия, ему необходимо было прежде найти юридические инструменты для упразднения закона греха и смерти, находящегося в его членах. И первым шагом в решении роковой задачи, как для него, так и для нас, необходимо было научиться отличать судьбу, предназначенную для нас Богом, от злого рока, унаследованного нами от суетной жизни отцов. Ведь многие из нас были научены, что все невзгоды и неудачи, которые мы встречаем в жизни, исходят от Бога и содействуют нам ко благу. Такой взгляд на подобное добро на самом деле является великим злом и служит неодолимым препятствием для решения той роковой задачи, которую мы призваны решить, чтобы воздвигнуть в нашем теле державу жизни. Основанием для такого изощренного и извращенного взгляда использовалась одна фраза из послания к римлянам, вырванная по-живому из общего смыслового контекста, вне которого эта фраза теряет свой истинный смысл и выдается душевными теоретиками, как судьба от Бога. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8, 28. Цитата, вырванная по-живому и трактуется, все, что с нами случается, содействует нам ко благу. Решающим определением в этом роковом толковании как раз является местоимение «все», которое в отрыве от общего контекста включало в себя как все добро, так и все зло. На самом же деле полное выражение и смысловое назначение местоимения «все» в этой фразе мы находим ниже в следующих словах, тоже 8 главы к римлянам. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Вот это там все и вот это всего, это толкование этой мысли. Кто будет обвинять избранных Божьих, Бог оправдывает их. Все. Как Бог не дарует нам вот это всего, что служит нам ко благу? И Он говорит здесь, что это все является добром. Если исходить из первоначального толкования, вырванного по-живому из общего контекста, то получается, что Бог не пощадил своего Сына и предал Его для того, чтобы мы с Ним наследовали как все добро, так и все зло. Согласитесь, здесь что-то не так. Это полный абсурд и дикое пещерное извращение об истине предназначенного нам Богом дивного наследия во Христе Иисусе. По всей видимости, такой извращенный взгляд на судьбу, предназначенную от Бога, господствовал и в сознании только что зародившейся первоапостольской церкви, что и побудил апостола Иакова написать, в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачав рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Апостол Иаков утверждает, что люди, которые полагают, что болезни, несчастья, психические расстройства, всевозможные потери и преждевременная смерть исходят от Бога и являются добрым и совершенным даром Бога, жестоко обманываются. Такая позиция лишает их всякой возможности бороться с таким добром и противостоять такому добру. Во-вторых, подталкивает и провоцирует их безропотно принимать и переносить такое добро, как совершенную А посему, если подобные вещи мы рассматриваем добром и совершенным даром небесного Отца, то на самом деле с нами что-то не в порядке. Называя Бога небо и земли своим небесным Отцом, мы приписываем Ему характеристики, которые принадлежат князю греховного мира. Израильский царь Давид, получив в свое время откровение о дивных и благих судьбах, предназначенных Богом, для избранного Богом народа, восторженно восклицает, Судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценно милость Твоя, Божия, сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны, насыщаются оттука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты напаяешь их, ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Обратите внимание, Давид утверждает, что величие этих судеб состоит в том, что они направлены не только на защиту и на хранение детей Божьих, но также и на их домашний скот. Вот почему апостол Павел по откровению Святого Духа, взглянув или заглянув возможностями ума Христова в сокровищницу великих судеб для детей Божьих, был настолько приятно потрясен, что подобно Давиду не удержался и воскликнул о бездна богатства и премудрости и ведения Божьи, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Царь Соломон, вдорованный Ему от Бога мудрости, утверждал, что напрасно искать свою счастливую долю в благосклонном лице правителя. Она находится в благоволении Бога. Многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. Великие и благие судьбы, предназначенные Богом для Его детей и содержащиеся в благоволении Его лица, предполагают задействие суверенной воли человека, в которой Он обязан бросить вызов тайне и беззакония, пребывающей в Своем теле силою тайны благочестия, пребывающей в Его духе. А так как наша судьба от Бога сокрыта во Христе, то для познания этой судьбы необходимо поместить в Своё сердце надежду на Бога и на Его Слово. «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа Отец славы дал вам дух о премудрости и откровении к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Издревле языческое представление о судьбе человека, внесённое в среду народа Божьего душевными вождями, воспринималось как неотвратимый рог, включающий в себя смысл неизбежности, где ход событий, складывающихся независимо от воли человека, определяет его жизненный путь. Исходя же из Откровения Писания, представление о судьбе человека не является неизбежностью и неотвратимостью. Напротив, судьба человека, предназначенная для него Богом, это свободный выбор счастливой и благословенной жизни в Боге, того уровня и того объёма, который человек, пришедший к Богу, сам изберёт для себя. Исходя из Писания, счастливая судьба для детей Божьих – это результат совместной работы Бога и человека, где ход событий и обстоятельств используется как Богом, так и человеком для вхождения в жизнь с избытком, которое призвано представлять интересы воли Божьей в реализации великих судеб. «Кто возделывает землю свою, тот будет насыщаться хлебом, а кто идёт по следам празднолюбцев, тот скудоумен, нечестиво желает уловить в сеть зла, но корень праведных твёрд, нечестиво уловляется грехами уз своих, но праведник выйдет из беды, от плода уз своих человек насыщается добром и воздая не человеку по делам рук его». Притча 12, 11, 14. «От слов своих человек оправдается и осудится». Не от того, что вам говорят, это неизбежно, это судьба, это рук. От слов своих оправдается и осудится. Если вы приняли дивную судьбу ваше сердце и исповедуете её, она и будет ваша. Если верите зловещему року, и он тоже будет ваш. В силу своего невежества своей судьбе или своём наследии человек сам себя лишает благословенной судьбы от Бога, потому что высвобождает и материализует в своих словах не откровение воли Божией о себе, а своё понимание этой воли или же понимание подобного себе душевного человека. И вот наглядный пример. «Ты через себя лишился наследия твоего, которое я дал тебе, и отдам тебя в рабство врагам твоим, в землю, которой ты не знаешь, потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть во веки. Так говорит Господь проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа, он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придёт добро, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной, необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свою потока, не знает оно, когда приходит зной, листь его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестаёт приносить плод. Иеремии 17, 4, 8. Именно та смысловая реальность, которой мы помещаем в свой дух, и с которой соглашаемся в своём духе, определяет нашу с вами судьбу, в то время, как истинным сокровищем, истинной судьбой в нашем духе призван являться сам Бог в его неизменном законе, помещённом и растворённом в нашем духе. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу живому, чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имён их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Исповедуйте, кем для вас является Бог, что сделал для вас Бог и кем вы приходитесь для Бога. И тогда этим исповеданием вы откройте вход в дивную благословенную судьбу. Я преклонил «Ты держишь жеребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам и наследие моё приятно для меня. Откровения твои я принял как наследие навеки, ибо они висели сердца моего. Я преклонил сердце моё к исполнению уставов твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ты покров мой и щит мой, на слово твоё уповаю». Чтобы Давиду принять откровение Святого Духа на истину пребывающую в его сердце, с одной стороны, ему необходимо было преклонить своё сердце к исполнению уставов Господних навек, а с другой стороны, возненавидеть вымыслы человеческие, возлюбить закон Бога. Ему, по словам апостола Иакова, необходимо было также вникнуть в закон совершенный и пребывать в нем. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании или в своем действии. В греческом лексиконе Стронга слово «вникать» означает заглядывать внутрь, всматриваться, проникать внутрь. Если мы своевременно не вникнем в закон совершенный, закон свободы и не будем пребывать в нем, чтобы получить право на власть входить в неследимое наследие Христово, предназначенное для нас Богом и положенное на наш счет во Христе Иисусе, то наше наследие обратится для нас в неотвратимый рог. Мы сейчас будем молиться и все желающие бросить вызов зловещему руку внутри себя, связать его внутри себя и приготовить свое тело к воцарению в нем воскресения Христова. Мы будем сейчас молиться за вас и я приглашаю вас к алтарю. Да благословит вас Господь, чтобы вы могли познать эту величайшую тайну веков. Это призвание всякого человека установить свое тело искуплением Христовым. Это призвание. Если оно будет каким-то образом упразднено, затемнено и поставлено нечто другое, евангелизация, добродетель, мы окажемся по ту сторону Царства Небесного и будем очень удивлены, когда скажем Господи, Ты на улицах наших учил нас. Мы именем Твоим бесов изгоняли и чудеса многие творили, а Он скажет нам отойдите от Меня проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, я никогда не знал вас. Я не учу на улицах. У меня есть только одна улица Вышнего Иерусалима, на ней я и учу. Одна улица это порядок тела Христова, теократия, а не диктатура и демократия. Аминь. Будем молиться, да благословит нас Господь. Мы ждем вас. Музыка Музыка Сила Божья, Животворная, Благоценной крови Христа. Сила Божья, Животворная, Благоценной крови Христа. Сила Божья, Животворная, Благоценной крови Христа. Я буду сейчас молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он может прямо сейчас бросить все ваши страхи, весь ваш позор, все ваши грехи в бездну забвения и никогда не вспомнить. Вы должны верить Ему, доверять Ему. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак того, что ваши руки без гнева и сомнения. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к тебе, я раскрываю мое сердце. Ты видишь раны, нанесенные грехом, ты видишь мой позор. Я ненавижу мои страсти, мои похоти, я ненавижу ветхого человека, живущего в моем теле. Я благодарю тебя за власть, которую ты дал мне, чтобы связать его. Прости мой грех, отпусти беззаконие мои, и я по милости Твоей свяжу его в себе. Да придет это благословение на меня и исполнится на мне. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит вас Господь, да презрит своим светлым лицом и помилует вас, и дадаст вам мир. Да падут пред вами тысячи и десятки тысяч, одесную вас, а к вам не приблизится. Да придет все это на вас и на детей ваших и исполнится на вас. Аминь. Давайте провозрастим манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.